всем добрый день меня зовут олька и вы на моем канале у рукотели сегодня у меня будет видео и будет она называться три моих старта июня месяца то есть я в одном видеоролике буду вам показывать что же я буду начинать в июне и почему это сейчас будет подключение стартовая то есть самое ночи самого начала и я достала три разных артикула пряжи приготовила спицы даже четыре артикула пряжи пока на сегодняшний день это просто пряжа и сейчас я вам расскажу про характеристики этой пряжи и буду обдумывать что же я буду из этого вязать итак давайте начнем первое над чем я буду работать это будет вот эта носочка в моем понимании это носочка потому что ну и по цветовой палитре это палитра носочная в моем понимании опять же да и плюс еще по составу то есть шерсти капрон ключевым и решающим фактором того что я заказала эту пряжу был именно капрон составляющая капрон потому что было очень интересно подумать обдумать посмотреть попробовать пощупать и связать носки понять стоит она того или нет стоит покупать эту пряжу или нет и вот по этой пряже буду снимать обзор буду снимать про саму пряжу процесс вязания а также готовый результат и будем проводить опыты поводу данной пряжи потому что есть такая такое мнение сложилось и опыт других вязальщиц что это пряжа дает большую усадку и вот мне стало интересно ну давайте характеристики мы с вами посмотрели 400 метров 100 граммах так цвет у нас с вами 71 62 принт да так фокус не работает ну ладно будем верить мне так вот и такая интересная достаточно расцветка на мой взгляд женская буду вязать себе вот и за этот процесс я приступаю в самое ближайшее время не знаю когда я довяжу потому что процессов я решила вдруг резко развести много хотя на меня это совсем совсем не похоже но тем не менее так это будет первый процесс и под него приготовлено уже спицы новые которые я совсем недавно купила это будут носки дальше я показывала своих влогах что я купила вот такую вот пряжу купила я ее фикс прайсе как вы можете увидеть по цене видимо она специально это пряжа приготовлена для продажи фикс прайсе без бежевый меланш называется да от пехорки летняя пряжа для ручного вязания здесь очень интересный на самом деле метраж 509 метров плюс минус 30 метров в 90 плюс минус 5 граммах но такой себе очень интересный 60 хлопок 40 полиэстер то есть тоже смесовка и по цвету она очень очень даже интересная сейчас я попробую кадр засвечивает вот давайте вот так пусть будет темнее но зато ничего не засвечено да но заодно и покажу вот эту пряжу еще раз вот так она выглядит так и вот такая вот пряжица у меня есть у меня есть четыре матка и буду вязать уже что-то летние скорее всего это будет типах кардигана такого летнего но еще не факт может быть в процессе вязания я еще применю вот эту вот пряжу от yarnart чему же у меня сегодня в фокус поймала от yarnart здесь тоже совершенно не натуральный состав вот и это будет какая-то отделка может быть не факт но на всякий случай я ее тоже достала в процессе вязания может мне прийти какая-то интересная идея и это будет процесс номер два здесь мы с вами предварительно свяжем образцы я может быть применю какой-нибудь интересный узор покажу у себя на канале нравится мне снимать мастер-классы по узорам это не трудозатратно но в то же самое время интересно посмотреть как же ляжет тот или иной узор достала кучу спиц все все рабочие инструменты которые у меня есть буду подбирать так а что здесь у нас в рекомендациях по спицам два с половиной три скорее всего я буду пробовать на 3 3 с половиной в 2 нити но посмотрим что из этого получится и самое интересное ставлю на посошок потому что эту пряжу я только-только получила и здесь мне нужно конечно немножко обдумать подумать но скорее всего здесь будет либо джемпер потому что здесь 400 грамм давайте характеристики сразу посмотрим мили фили и 67 хлопок 33 по метра 680 и 400 грамм у меня есть в наличии вот такой интересный артикул бобинной пряжи уникальный уникальный пряжи потому что из такой я не вязала здесь смотрите как вот ниточка идет и вторая ниточка она прям прокручена видите как прокручена вот это вот вторая тонкая нить она прям накрученную в накручено накручено на вот эту очень сильная крутка второй нити обвивает она и такой ну меланже конечно нет но вот это вот чистый хаки а вот этого цвета олива ну прям очень интересно на мой взгляд и мне самой интересно что же из этого получится и вот это самое ближайшее время будут мои три старта но об этом обо всем вы совсем скоро узнаете из этого видео и так начало положено первый процесс я начала вот так пока выглядит это пряжа в полотне я заранее закладывала побольше петель то есть это достаточно широкие носки в моем понимании если бы я не закладывала дополнительно до свободу для усадки изначально я на двора набрала по 12 петель с каждой из сторон и довела их до тридцати четырех с каждой из сторон и начала вязать уже носок вверх буду продолжать вязание до пятки моточек не уменьшился носки будут полноценные скорее всего прям с таким с отворотом большим то есть высокие носки буду планировать буду планировать интересную какую-нибудь новую для себя пятку но по цветовой палитре все самое интересное у меня еще как вы можете видеть впереди что хочу сказать по поводу этих спиц вот большой вопрос почему же я не заказала раньше спицы номер два это такое невероятное удовольствие вязать на маленьких тоненьких спицах но по крайней мере для меня так как я не гонюсь за каким-то результатом за готовыми работами меня увлекает сам процесс мне всегда нравилось вязать изделие нравится вязать изделие на тонких спицах номер три у меня были самые тонкие и теперь у меня есть спицы номер два я бы вообще начала все процессы на двойке представляете на какой-нибудь свитер оверсайз на двойке на мой это 46 размер но обалдеть в общем это колоссальное удовольствие и конечно же мне совершенно не хочется отвлекаться от этого процесса но так как я сама себе пообещала начать несколько процессов и я понимаю что это у меня будет дорожный процесс то есть сейчас лето несмотря на всевозможные до условия которые создает нам вирус гуляющий на улице я думаю что выезжать мы все равно куда-то будем да хотя бы туда ну хотя бы даже на дачу и это будет просто дорожный процесс организовывать я его буду вот в такой пакетик от икея кстати говоря если вы не видели у меня на канале появилась наверное неделю может быть назад видео так то есть где я отвечаю на вопросы что у меня в проектной сумке и что подразумевается в моем случае под проектной сумкой так вот одним из вариантов проектной сумки у меня выступают вот такие пакеты очень удобно для маленьких небольших процессов то есть все вот это я сейчас сложу в пакет уберу и начну что-то новое один из следующих процессов для того чтобы начать вязать новый новую модель до новое изделие мне нужно какое-то вдохновение то есть где-то найти какой-то может быть узор посмотреть как он будет выглядеть именно в этой пряжи а то есть сейчас я буду вязать образец в рамках этого видеоролика я буду вязать образец показывать вам потом направлю эти образцы на стирку и сейчас я подбираю просто узор а посмотрим как он ляжет в этой и последующей пряжи и буду смотреть и подбирать модель исходя из того что наступило лето перебрав свой вязаный гардероб я понимаю что мне не хватает какой-то накидки ну то есть может быть это кардиган может быть это какое-то типа пончи но пончи наверное не так удобно как накидка кардиган который можно надеть на футболку и ну побежать на улицу да знаю что там прошел например дождь не знаю то есть именно днем что-то накинуть на себя днем хлопковая да такое летнее мне вот такого не хватает чего-то в гардеробе я сейчас буду искать подбирать модели давайте я покажу что же я выбрала в журналах которые у меня есть мне очень понравилась модель и понравился узор вот этого джемпера здесь конечно наверное видно плохо этот узор но я думаю рассмотреть возможно мне кажется он достаточно простой но будет смотреться интересно не только в толстой пряжи но и достаточно в тонкой пряжи он будет смотреться как такое своего рода теневой узор можно попробовать мне кажется связать именно таким узором образец посмотреть что из этого выйдет и внедрить его уже в будущее изделие виде быть может такого знаете какого-то кардигана что касается кардигана в кофт я нашла вы подобрала вот такую модель который мне нравится даже по цветовой палитре она достаточно близка то есть это просто такая кофточка ажурная и вся суть и сложность исполнения данного кардигана кофты да будет тут заключаться в том чтобы вывязывать этот узор вот и тоже как вариант возможно мне кажется но я люблю более разлетает стые вещи до чтобы они были более широкие более удобные поэтому этот вариант я рассматриваю как запасной может быть или просто как источник вдохновения действительно и еще мне понравилось две модели это вот этот кардиган нет ни кардиган кофта что это у что пишет что пишет как это называется 13 жакет запахом чудесно комбинируется с брюками скини или элегантной узкой юбкой ну вот почему нет но здесь в точной рукав и это тоже такое себе удовольствие в моем понимании и девушка достаточно худая да и на ней смотрится все очень гармонично а мне же либо нужно свободу облегания закладывать больше намного тогда в точной рукав мне не подойдет спущенный рукав при спущен при спустит плечо этот вариант тоже не совсем мой но на картинке конечно все очень красиво вот и следующий вариант это такая вот разлетайка очень простая до в плане исполнения это такое просто полотно которое мы вяжем 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 оставляем дырочки для рукавов у кого потом вывязываем отдельно то есть это такой своего рода шарф вот ну тоже такой достаточно интересный как накидка до летняя накидка вот и тоже по цветовой даже гамме очень даже сюда подходит вот сейчас я буду обдумывать все это и вязать образец быть может в ходе вязания образца мне придет еще какая-нибудь интересная идея и я уже буду воплощать именно саму идею вот пойду вязать образец и вот что у меня получается на сегодняшний момент то есть на прямо сейчас да я решила попробовать этот узор буду вязать все равно эту пряжу в 2 нити поэтому и соответственно образец начала вязать в 2 нити но как я говорю имеет место бы но скорее всего на какую-то отделку и не в этой пряжи абсолютно потому что как-то она не то слишком много здесь нитей видите вот этих вот нити переплетений но сам узор можно взять на заметку и применить например при вязании какого-нибудь платка да потому что здесь этот узор вяжется обратно поворотными петлями и выглядит вот так интересно с двух сторон на этой пряжи в два сложения непонятно поэтому если вязать то только нитью который вязать в одно сложение но я оставлю как образец дальше буду смотреть и пробовать другие узоры в этом же образце и потом буду уже выбирать и саму модель и исходя из образца сам узор ну пошла вязать дальше и так второй вариант понятное дело да что я вижу буду вязать вернее такой не знаю что это будет но в моем понимании пока я вижу образец я все-таки больше склоняюсь к вязанию обычного кардигана который вяжу девчонки и на youtube и в instagram такие с большими пуговицами достаточно широких кардиган и наверное посмотрю все таки на ю тубе мне кажется есть уже марса мастер-классов по подобного рода кардигана просто внедрю узоры быть может оба даже применю но и пускай он будет у меня такой весь в дырочку или нет не знаю я еще буду думать и обдумывать но образец будет служить у меня все равно для подсчета до какого-то минимального хотя бы потому что здесь есть лицевая гладь эти два узора конечно можно сочетать но единственное что в этом узоре ну во первых полотно будет немножко мне кажется косить хотя может и не будет ну в общем вот так у меня пока получилось буду сейчас еще наверное искать третий вариант и рассматривать три варианта быть может сделаю вот правда вот такой полосатый представляете себе кардиган своеобразным вырезом с большими пуговицами со спущенным рукавом и вот с такими вот узорами сочетаниями этих узоров по всему полотну по всему периметру ну может быть даже получится что-то интересное как вариант так нужно это все будет постирать посмотреть и так как узоры вяжутся обратно поворотными рядами это тоже будет мне кажется уместно в том плане что кардиган будет вязаться цельно до проем и от проем тоже будет вязаться обратно поворотными рядами поэтому не смущает здесь просто количество петель нечетное а здесь четное то есть мне надо будет на одну петлю играть туда туда обратно ну в общем и целом неплохо на самом деле что вот этот вот узор применялся полностью по всему полотну что вот этот узор состоящих из состоящий из сплошных дырочек он тоже применялся по всему полотну но мне бы так не хотелось мне бы наверное все таки хотелось сочетание делать вот такую вот интересную полоску как вариант сейчас еще попробую найти какой-нибудь еще один рапорт узора применить и уже отправить образец стираться обдумывать эту модель дальше итак давайте посмотрим что же у меня получилось у меня получился вот такой интересный образец но как же я была бы не я если бы не попробовала связать этот популярный узор с вытянутыми петлями на фоне вот этих двух узоров мне кажется смотрится неплохо но тут я еще буду думать и определяться какой из этих узоров а может быть все три будут применены в моем будущем изделие вот сейчас же этот образец идет купаться в теплой водичке потом будем считать смотреть вот а пока я иду вязать новый образец из бобинной пряжи тоже летнего состава прекрасный цвет мне так нравится как же я в этом году хочу такой цвет себе но не знаю что из этого получится успею ли я связать это и поносить летом но мне вот очень хочется просто даже начать вязать просто порадовать глаза новой цветовой палитрой будущего гардероба на ощупь ну очень приятная пряжа сейчас мы с вами посмотрим как она себя поведет при вязании и в образце но прежде чем приступать к этой к этому образцу мне нужно конечно же вам сказать о том что мне нужно вам сказать о том что я вязала данный образец на спицах три с половиной от книг про почему потому что эту информацию я очень часто забываю а на образце делать пометки тоже забывал вот поэтому мы с вами оставляем эту информацию здесь и пошла замачивать данный образец и вязать новый и так вот что у меня получилось у меня получился такой опытный образец здесь начну с того что из чего вязала вязала на спицах номер три металлических здесь вязала на спицах три с половиной деревянных обязательно металлических спицах мне понравилось намного намного больше чем на дереве в данной пряжи пряжа необычная нестандартная но очень интересно вяжется удивительно но держит резинку я не люблю резинку один на один но это был чистый эксперимент но резинку она относительно видите как пружинит держит так дальше это скорее всего будет такая футболка с отцовского плеча то есть это будет широкое большое изделие и буквально я буду применять вот этот вот узор я не помню как он называется не рис да это как-то потонка наверное не знаю я не сильна в названиях узоров вот цветка веркает но он вот такой красивый оливковый переходящий в хаки вот в общем и целом здесь конечно полотно получается более рыхлое но я буду смотреть наверное все таки да как это будет потому что так сказать пока не могу сейчас этот образец тоже отправится в стирку но прежде чем это сделать хочу рассказать что я вязала в три сложения сразу от бобины я не буду перематывать эту пряжу и остановилась на том что все таки я буду вязать в три сложения не в два для того чтобы упростить себе процесс и буду делать это методом петля в петлю вот видите у меня есть петелька то есть мы сложили три в три сложения нить у меня образовалась вот такая вот петелька на конце с другой стороны будет тоже петля и кончик нам нужна та сторона которая будет выводить вытягиваю вытягиваю петельку не вот так и ниточку уже в три сложения опять петля вытягиваю петельку я проверила я думала что на этой пряжи будет очень заметны эти петельки бывает такая пряжа на которых прямо видны вот эти бугорки на протяжении вязания здесь этого не случилось поэтому все очень даже хорошо ну вот вот видите иногда бывают вот такие вот петельки которые видно очень хорошо все же их почти практически не видно нужно искать то есть невооруженным глазом этого не видно поэтому до полотну быть расширение идет за счет того что поменяла номер спец вот но мне кажется мне этого будет достаточно для подсчета вот такой образец у меня получился я очень довольна пойду стирать хочу подвести итоги этого видеоролика на самом деле я просто решила выйти из зоны своего комфорта для меня комфортно вязание одного процесса на протяжении довольно длительного времени и доведение этого процесса до какого-то логического результата но сегодня в рамках этого видеоролика и вообще в рамках этой этого начавшегося лета мне захотелось отойти от этого своего правила и начать несколько процессов одновременно вы можете сказать что процессов вы не увидели в этом видеоролике вы увидели один процесс и два образца связанных образца и будете правы но в моем случае для меня вязание образцов это тоже самое что уже наполовину связанные изделия потому что я очень 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 не люблю вязать образцы прям просто очень и чаще всего бывает так что я я даже их не стираю я просто набираю несколько рядов вяжу смотрю приблизительно ну да считаю сколько петелек в одном сантиметре и тут же распускаю начинаю прям изделие и чаще всего бывает так что я ошибаюсь именно в первоначальных подсчетах и для меня образцом служит уже наполовину готовые изделия или связанная например на 10 на 5 на 10 рядов уже какую-то часть изделия когда я вижу вот для меня это опытный образец здесь же я решила поступить иначе я решила пощупать эту пряжу для меня новую пряжу все три образца все три сегодняшние позиции для меня новые то есть я не из одной из этих позиций не вязала и естественно получив их на руки да мне очень захотелось пощупать потрогать и что-либо связать я очень надеюсь что этот видеоролик был вам интересен и полезен а также хочу сказать что если вы не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь будьте гостем моего канала ставьте уведомления о выпуске новых видеороликов потому что самое ближайшее время я начну вязание как раз таки этих оставшихся двух процессов которые я сегодня показала в виде образцов и буду показывать их наверное все таки формате влогов потому что в настоящее время этот формат мне намного удобнее снимать то есть я могу заснять кусочек утром кусочек вечером и так за несколько дней склеить целый видеоролик и как оказалось это тоже достаточно популярный а также самое главное интересный для вас формат вот ну а на сегодня пожалуй у меня все всем огромное спасибо за внимание всем пока пока до новых встреч